Вот вы на связи! Клоны удалили чипы-ингибиторы и сбежали из армии в Гаррис Монстр Рос РП на сервере от Юэра в Зак от Республики, ссылки на которые и бонусы, кстати, ждут вас в описании. Естественно, поддержите этот видеоролик своим лайком и комментарием, а канал подпиской, давайте начнём! Я уже вытащил! Я уже, можно сказать, если угодно, выковырил! А вот что там с моим дружище? Даже не знаю, надеюсь, всё нормально. Как у вас, потому что я делаю вам подарок, нажимаете F4, заходите в донат, после чего нажимаете ввести промокод и большими английскими буквами, как я сейчас пишите, ОТА, затем активировать. Мне сказали стоять здесь и не заходить, а вот, собственно, и доктор. Здорово, желаю, боец. Я вас приветствую, доктор, как прошла операция? Одну секунду, сверюсь, дотопад. Доктор, не томите скорее, что же там? Да не переживайте вы так, всё с ним нормально, операция прошла успешно, просто нужно немного отдохнуть. Буквально 2-3 минутки. Ух, доктор, я вас благодарю. И запомните, что это тайна секретного отряда, никому об этом рассказывать нельзя, архивы требуется уничтожить. Медицинская тайна, это дело святое. Всё-таки мы как-нибудь так давали клятву. И помните, что это не просто медицинская тайна, а тайна секретного подразделения и все архивы, доктор, понадлежат уничтожению. Хорошо, обязательно всё, это увадим. Ну всё, доктор, я благодарю вас, пойду, навещу своего друга, хорошей вам службы. Аха, он там, я уже побоялся, что с ним что-то не так. Да, как лежит-то криво. Дружище, ты меня слышишь? Что? Наконец-то очнулся. А почему лежишь так криво? Видимо, медики не криво, небрежно положили. Знаешь наших медиков? Ух уж здесь 74-я. Волноваться насчёт секретности не стоит. Я ему напомнил, что все секретные архивы требуют подлежат уничтожению, поэтому наша с тобой тайна должна уйти вместе с нами в могилу. Да, я с тобой согласен. Ладно, я думаю, что нам нужно собрать последние вещи, и мы будем делать то, что задумали. Я уже все вещи забрал, так сказать, об этом позаботился. Чипы-ингибиторы у меня в кармане, и я надеюсь, что никто не будет останавливать, ведь если нас вдруг кто-то остановит, может спокойно проверить, но я имею в виду и секретных подразделений других, высшестоящие офицеры, и даже поймать нас, так сказать, за руку. Поэтому я надеюсь, что мы выйдем отсюда незамеченными. Я никак не могу поверить, что всё пришло к тому, что есть. Ты знаешь, я этому не удивлён, потому что когда мы с тобой прочли те документы, моя жизнь перевернулась. Да, эти документы поистине перевернули наше мировоззрение, а все республики в целом встроя, я вообще не ожидал, что всё так может пойти. Ну представь, сколько колонов, сколько наших славных братьев не знают ещё этой правды. Думаешь им рассказать, или это бессмысленно? Думаю, что куки нам не стоят распространяться об этом. Нужно делать то, что задумали. Побежали. Я не знаю, сможем ли мы сделать то, что задумано, потому что, ну уж, чересчур много бойцов гвардии, а они, напомню, люди, и к нам, клонам, не питают никакой жалости, и тем более симпатии. Что же, последнее приготовление, и можно делать то, что задумано. Ты знаешь, я не могу даже представить, как нам с тобой всё удаётся. Сначала мы совершили эту операцию, нашёлся же доктор, а теперь ты делаешь, что делаешь. Ладно, давай я пока посмотрю, не идёт ли кто. Потому что всё-таки мы закладываем взрывчатку! Несколько тонн тротила! Прямо у штаба! И здесь всё вскоре взлетит на воздух! Коррумпированная республика падёт! А правда восторжествует! Но это так, пока у нас в головах... Аха, какой-то гвардеец. Смотрите, нет, вроде не сюда. Я истинно удивлён. Как нам удаётся всё так сделать гладко и без подозрений? Смотрите-ка, как вовремя ушли сенатские команды. Гвардеец пошёл не сюда, ко мне. Видимо, понял, что я боец секретного подразделения. Правда, он уже есть... Не знаю, естественно, что я бывший боец. Но у моего друга идёт всё пока согласно плану. А я буду здесь стоять и якобы рассматривать двери, которые, кстати говоря, постоянно клинят. И это ещё один повод, чтобы эта база взлетела на воздух. Уже кончил? Мы пойдём. Ты хочешь сказать, что мы видим эту базу в последний раз? Скорее всего, друг мой, скорее всего. Как поступаем? Сразу, как только делаем, что делаем, и бежим в отстребительный ангар. Там подготовлены арки. Арк, улетаем на нём. А как же наша система ПВО? Ты думаешь, она не сработает? Я её отключу. Надеюсь, друг мой, надеюсь. Иначе никуда мы с тобой не улетим. Ух ты! Подождите. Так надо подсгоря отсюда уходить. Они уже достали оружие. Этот бежит за нами, чёрт возьми. Что ж они уцепились? Вы представляете, какой взрыв будет по всей базе? В районе складов прогремел взрыв. Ух ты, прыгай. Я на месте, поехали скорее. Полетели точнее. Кажется, их уже повестили о случившемся. Отдаваемся отсюда. Ну вот и всё, база, прощай. Я даже чуть-чуть под конец подстрелял. А сейчас и она рванёт. Слушай, я, кажется, перехватил здесь сигналы. Оби-Ван Кеноби доложил всем, что мы с тобой дезертировали. Старики, Кеноби, как всегда, впереди нас. Мерзавец. Ладно, забираем оружие из арка. Бери крюк-кошку. Да-да, крюк-кошку взял, всё, можешь уничтожать. А вот и всё. Остались от него лишь одни обломки. Но зато мы избавились от лишних, скажем так, доказательств того, что мы... Где мы находимся, прежде всего. Кеноби-то уже знает, конечно, что с нами случилось. Но это точнее, как мы поступили. А теперь надо отсюда скрыться да подальше. Должна эта база стать нашим временем, пристанище. Ты хочешь сказать, что эти развалины станут нашей базой? Временно. Скоро за нами должны прийти более хорошие люди. И мы отсюда улетим. Ты им доверяешь? Да. А ты? Чтобы доверять их, надо хотя бы чуть-чуть знать, друг мой. Там можно засесть где-то, занять снайперскую позицию, наблюдать за ними. Начни делать костёр и еду. Она в подсобке, вон там. А я займу снайперскую позицию. Хорошо? А я смотрю, ты уже успел всё подготовить. Хорошо, друг мой. Я пойду приготовлю еду, смотри, присматривай. Конечно, это звучало странно, но тем не менее. Говорит, еда в подсобке. Да, если уголочек под лестницей это подсобка, мне страшно представить, что нас ожидает в будущем. А я думаю, в этом ящике и наша еда. Хорошо. Да, всё отлично, я еду доставал. Слушай, вот это у тебя, конечно, подсобка. Да, нормально. Послал чуть-чуть, но нам же это в плюс. Я вот только не знаю, безопасно ли разводить костёр, потому что всё-таки от него исходит дым. А дым, как вы понимаете, может привлечь незваных гостей. Поэтому я думаю, будем есть сырую. Так, где он там спрятался? Подождите, я там кого-то видел? Надеюсь, мне показалось. Нет, мне кажется, не показалось. Чёрт возьми! Кому он там в перестрелку вступил? Подождите. Извини, брат мой, но я вынужден был это сделать. Я тебя искал сказать, что вряд ли будем костёр разводить, потому что могут, может дым привлечь наших бывших братьев. А как оказалось, они нас уже нашли. Понятно, слышал взрывы? Да, какие-то взрывы я слышал, и поэтому, собственно, хотел тебя увидеть. Это за нами. Пробивает крейсер. Ещё чуть-чуть, и он будет на орбите. Я надеюсь, они успеют, потому что первую кровь своих братьев мы уже пролили, друг мой. У нас нет другого выхода. Они нам не братья. На кой чёрт мы тогда дезертировали, если всё равно начинаем убивать своих же? Это разве то, что мы выбрали? Убийство своих братьев, как бы ты от них не открещивался. Что ты хотел, когда шёл со мной на этот план? Ты хотел, что мы будем всеми любимыми? Что мы получим вознаграждение за то, что дезер... Но я всё-таки думал, что мы вытащим их из этого рабства. А мы их... мы их уничтожаем. У них приказал бить нас, Куки. Ты слышишь вообще себя? Мы в первую очередь защищаем свою жизнь, а не их. Ну ты тоже прав, но... Всё-таки мы что у себя из головы вытащили? Этот поганый червь, чип! Это не они. Ты же понимаешь, это чип. Они бы так никогда не поступили. Единственное, чем я тебе могу помочь... Это убить тебя, чтобы ты мне не мешал исполнить план. Если ты хочешь идти со мной, мне и моим приказом. Если нет, ты знаешь, куда идти. Ладно, ладно. Не будем горячиться, ты прав. Я надеюсь, что это была наша первая и последняя кровь. Когда там твои друзья уже прибудут? В каком времени? Не гори с терпением и делай, что тебе говорят. Но с какой-то стороны он, конечно, тоже прав, потому что... Вот так всё делать на эмоциях тоже ни в коем случае нельзя. Но, конечно, убийство... Как бы ни открещился опять-таки мой друг, братьев это, как по мне, самое великое преступление. Но, тем не менее, будем дожидаться его новых и моих друзей. Я так понимаю, это твои новые друзья? Один, Риза. Со мной связался Оби-Ван Кеноби. Он хочет поговорить. Понимаешь, что, возможно, это ловушка, но вот... Чтобы успокоить тебя и попробовать переубедить их... Я пойду навстречу. Ты пойдёшь со мной. Но ты же понимаешь, что, возможно, и твои новые друзья нас обманут, а Оби-Ван Кеноби... Это старый бородатый лист, друг мой. Он может выкинуть всё, что угодно. Просим Бэйна, чтобы он следил за Кеноби и пристрелил его в ненужный момент. А где гарантии, что он не пристрелит нас? Я всегда держу своё слово. А Кеноби, конечно, тут ещё проказник, но своё слово тоже не нарушает. В любом случае, ответственность лежит на тебе. Пошли. Ну что ж, если наш друг так решил... Не доверяю я, правда, этому Кэду Бэйну, но тем не менее. Давайте посмотрим, что он задумал. А вот и, собственно, Кеноби с друзьями. И я беру свои слова назад не просто с друзьями, а с целой армией. Приветствую. Здравия желаю. Вы можете ещё скупить свою вину. А вот там стоит? Для вашей же безопасности. И как бы я не хотел усугублять эту ситуацию, да, но того стоит. Ты хоть понимаешь, почему мы пошли на такой шаг? Ты знаешь, что мы видели? Ваша республика погрязнула в коррупции и рабстве. А мы свободные существа и не собираемся быть пешками. Ещё есть всё, что можно исправить. В какой степени можно... Ты видел эти документы? Там сотни людей, которые были отправлены в рабство. Просто по прихоти этого... Понимаешь? Все жалобы будут приняты. Все ваши условия будут приняты. Всё, что я хочу, чтобы вы сложили оружие, издались. Что, после этого под расстрелы трибунал? Серьёзно? Нет, мы попытаемся найти смягчающие обстоятельства. Я думаю, если бы они попытались находить смягчающие обстоятельства, они бы нас не окружали. Делали всё, чтобы подписались и смертный приговор. У нас единственный шанс это улететь вон на том винаторе. Я попробую помочь вам. Останетесь живы, но трибунал будет. Генерал Кеноби, мы отказываемся от ваших гарантий и предоставления помощи. И мы заявляем, что выходим из состава Великой Армии Республики. Вы же понимаете, что вы только усугубляете свою ситуацию. Усугубляете ситуацию вы! Надо уходить скорее! Видимо, твой новый друг привёл друзей. Готовься. Вещи улетаем. Все вещи при мне. Давай скорее, уходим отсюда. Несмотря ни на что, своих братьев я убивать не буду. Давайте просто разойдёмся. Мы всего лишь хотим выйти из состава Великой Армии Республики. Это неужели такая большая проблема? Мы никого не заставляем уйти с собой. Мы просто хотим отсюда улететь. Нашим братьям нужна помощь. Я думаю, что нам нужно это сделать. Но ты же понимаешь, что наши братья хотели нас отправить под трибунал. Я рекомендую уходить. Кто нуждается в нашей помощи? Поп***ли. Я согласен с твоим новым другом. Давай уйдём лучше. Идиоты, это же вас убьёт, сын. Чёрт, я не знаю, как поступить. Лучше уходить. Лёд забросит его друга. Он обречён. Ты всё-таки прав, я иду с тобой. Я не знаю, куда это заведёт кривая. Но пытка не пытка. Это был билет в один конец. И если мы вернёмся обратно в Великую Армию Республики, нас ожидает один лишь трибунал. А он что здесь делает? Он же хотел присоединиться к республике. Всё-таки одумался. Я тебя прошу помочь. Надо прислушаться к Эду Бэйну. Он говорит дельные вещи. Только вдумайся. Нас отправят под трибунал. Надо уходить. Я считаю, что они в любом случае наши братья. Они не стали нас убивать. Вот те, которые приходили к нам, они предатели. А вот те, наши д*****. Единственная семья. Кэт не сможет заменить нам то, с кем мы выросли. Подожди, но ты же ведь сам всю эту кашу заварил. Да к тому же, если ты хочешь помочь братьям, то лучше избавить их от рабства. От этих гнилых чипов. И тогда они будут по-настоящему свободны. Ты же сам это всё придумал. Я... 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 Был неправ. Прости меня, друг. Я ошибся. Ты должен идти вместе с нами. Я не могу. Если ты не можешь... Значит, мы тебя возьмём силой с собой. Нет! Да, Кэт, дротик в него! А-а-а. Что ты делаешь? Брат мой, это для твоей же пользы. Это всего лишь уцепляющий дротик. Сейчас мы тебя заберём с собой. И ты очнёшься в лучших мирах. Дротик уже подействовал должен. Он уже подействовал, Кэт. Пройдём. Нами движут благородные цели. Конфедерация независимых систем жаждет конца войны. А тебе-то что до этого дела? Ну... Конфедераты очень, скажем так, выгодные наниматели, скажем так. Они хотя бы держат своё слово. А эти республиканцы чуть что сажают встан. Я не разберусь за такую работу. Ясное дело, что в первый раз не каждый день клоны удаляют себе чипы и устремляются освободить всю великую армию-республику и прекратить эту войну. Данные бойцы были предателями республики. Они предали свои идеалы, свои всесторания. Тренировки, через которые они прошли, они решили всё это бросить. Хоть они и были предателями, но они помогали республике. Я рад, что они служили с нами. Бойцы, исполнить воинское приветствие погибшим. Он просто не понимал своего счастья, поэтому я решил его одарить насильно. Он его ещё поймёт, вы не волнуйтесь. И, естественно, не забывайте, что это видео записывалось в Гарри Сностр СРП на севере от веры в закат республики. Ссылки и бонусы на которые ждут вас в описании. Ну а это конец видео. Обязательно подпишись и поставь лайк. С тобой был Ото, ещё увидимся.